Добро пожаловать на служение Современной Церкви! Добро пожаловать на служение Современной Церкви! Добро пожаловать на служение Современной Церкви! Вы достигаете определенных рубежей в своей жизни, когда становитесь взрослым, или выходите замуж, или достигаете того грандиозного пенсионного возраста. Есть и другие виды достижения, такие как достижение целей, или мечты, или того, что выходит за рамки возможного. Я действительно верю в эту концепцию достижения, что Бог намеренно поместил это в нашу жизнь. Мы служим настоящему Богу, и под этим я подразумеваю, что наш Бог жив, Он не мертв, Он не забытая древняя мысль или вера, Он жив и воскресший Иисус в наших сердцах. Есть что-то мощное в этом простом процессе достижения. Сегодня, обсуждая это, мы поговорим о трех конкретных вещах, которые я хочу, чтобы вы записали. Хочу, чтобы вы подумали, как Бог говорит с вами через это. Первое, что я хочу обсудить, это простое понятие Божьего достижения. Божьего достижения в нашей жизни, и как важно, чтобы это достижение было возможным в нашей жизни. Мы читаем в Исаии 6 главе. Это невероятное видение, которое Исаия получил в тронном зале Бога. Давайте я прочту для вас с первого стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это священное писание, это видение у Исаии, важное видение. Я не знаю, как вы, но в молодости я бы прочитал это в своих размышлениях, и не обратил бы особого внимания на то, что было сказано. Но по мере того, как я становился старше, я стал обращать больше внимания на то, что кажется очень интересным и в то же время значимым для меня. И это та часть, где Исаия говорит, что края рис его мантии, Господа Бога Всемогущего, его одеяние заполнило весь храм. Это очень специфично для времени Исаии. Теперь вы можете не знать об этом, но длина одежды царя во времена Исаии говорила о великолепной славе и победоносной природе того царя. Чем длиннее была ваша одежда, тем более славным вы были, и поэтому у Исаии такой взгляд на небеса, на Господа, сидящего на троне, и одежду его, заполняющую весь храм. Это не что-то незначимое, это важное видение. Когда король сражался с другим королем, когда две армии шли на войну, когда государство воевало с другим городом-государством, победоносный царь отрезал часть мантии побежденного царя и пришивал ее к своей собственной мантии, так что каждый раз, когда царь побеждал, он увеличивал длину своей мантии. То, что мы читаем здесь, важно, потому что Исаия видит, что одежды Бога огромной длины, и он говорит в этих простых словах, что мы служим Богу, чья сила не ограничена ничем здесь на земле, что Он побеждает всем. Теперь остановимся и подумаем об этом относительно нашей собственной жизни. Вы верите в то, что Бог помогает вам в вашей жизни, но не осознаете, не принимаете реальность, что Он уже победил, что Он уже решил все ваши проблемы и вопросы в вашей жизни. Я позволю Богу начать будоражить мою веру, начать помогать мне в принятиях моих решений. Я не собираюсь бежать от проблем, я собираюсь заниматься тем, что Бог уготовил мне. Не из-за моей силы, не из-за моей мудрости, не потому что я могу делать что угодно, но потому что Бог, которому я служу, Его охват не ограничен. Его сила немыслима. Это наш Бог, и это Бог, о Котором говорит Исаия. Это Бог, Который позволяет нам войти во славу Божию из-за того, что сделал Иисус, чтобы смело обращаться к Нему с просьбами и ходатайствами, чтобы мы могли решать проблемы, несчастья и всякие обстоятельства. Мы будем жить вечно, подчиняясь Его победоносной природе. Разве это не захватывающе? Разве это не то, с чем мы хотим жить? Разве это не то, что должно пробудить твою веру? Может быть, у тебя сейчас что-то происходит? Может быть, тебе нужно исцеление? Может быть, тебе нужен финансовый прорыв? Может быть, тебе нужна поддержка или примирение в семейной проблеме, или в дружбе, или в твоем браке? Начни просить Бога об этом. Я знаю, что вы помазаны, и это не сдержать ничем здесь на земле, где мирское определенно потерпит неудачу. Я знаю, что мой Бог победил, и мне нужно, чтобы вы включились прямо сейчас. Бог влияет на все вещи, но при этом Он создал нас со свободной волей. И в райском саду грех научился проникать в нашу жизнь, и это не что-то, что мы могли бы просто отложить в сторону и думать, что это для кого-то другого, это влияет на каждого из нас. Это влияет на вас, это повлияет на ваш брак, это повлияет на то, что вы делаете на работе, как вы взаимодействуете с различными вещами в вашей жизни. И грех имеет преднамеренный и мощный способ попытаться достичь нашу жизнь. Это история, о которой я только что говорил, об Исаии и длинной мантии. Эта история, которая происходит в первых царствах, на самом деле станет намного более актуальной в вашей жизни, более актуальной в контексте того, что Исаия видел в своем видении. Первая глава царств, стихи с первого по пятый говорят, когда Саул вернулся из погони за филистимлянами, ему сказали «Давид в пустыне Энгеде». Саул взял три тысячи лучших воинов со всего Израиля и отправился искать Давида и его людей к скалам диких коз. Он пришел к овечьим загонам у дороги. Там была пещера, и Саул зашел в нее облегчиться. А люди Давида и сам он сидели в глубине пещеры. Люди Давида сказали ему «А вот он, тот день, о котором Господь говорил тебе, «Я отдам врага в твои руки, чтобы ты поступил с ним так, как тебе угодно». Давид тихонько подкрался и отрезал край у верхней одежды Саула. После этого Давида стала мучить совесть за то, что он отрезал край верхней одежды Саула. Давайте остановимся на секунду. Почему Давид отрезал край одежды Саула? Что это за образ такой? Давид на самом деле показывает там, как грех проникает в нашу жизнь. Давид понял, что то, что он сделал, было неправильно. Откуда мы это знаем? Потому что в пятом стихе говорится, что Давида стала мучить совесть за то, что он отрезал край верхней одежды Саула. Он был поражен совестью за то, что он сделал что-то, что он не должен был делать. Он позволил греху проникать туда и извращать обещания, которые Бог дал ему. В глубине пещеры Давид там со своими товарищами, он со своими друзьями. Ему интересно, моя ли эта возможность. И вместо того, чтобы обратиться к Богу, «Эй, это то, что ты сказал мне, это обещание сбывается», он послушал своих людей, и он срезал край одежды, потому что это означало, что Давид победил в тот момент. Это было не то, о чем просил Бог, и поэтому грех проник в него. Давид поверил в свои силы больше, чем в Божий план, он проиграл в тот момент. Подумая об этом относительно своей жизни, часто мы преследуем желания, которые хотим прямо сейчас. Веря, что Бог дает нам это, мы думаем, что это его обещание нам. Но это не совпадает со всем остальным, что он сказал. Но мы отвергаемся эти вещи, мы игнорируем их, и мы идем к тому, что мы хотим прямо сейчас. Мы превозносим себя, свои силы, а затем через мгновение, позже, или через день, или неделю спустя, узнаем, что не выиграли совсем ничего, что мы снова были обмануты грехом. Эти подводные камни, мы как верующие, мы должны держаться подальше от этого. Мы должны быть настойчивы в своих размышлениях и взглядах. У нас есть Божия проницательность в нашей жизни, и он постоянно обогащает нас любовью и благодатью, а грех постоянно пытается изворотить и манипулировать так, что мы думаем, что наши желания и есть воля Божия. Мы видим это в жизни Давида, и я часто задумываюсь об этом в своей жизни. Нужно разделять собственную волю и волю Божию. Давид пытался объявить Саула побежденным просто по своей собственной воле. Часто ты просил Бога о чем-то, и потом сам пытался добиться этого своими силами. И потом задавался вопросами, «Почему Боже? Где ты, Боже? Что происходит?» Перестраивая себя, избавляясь от грехов, мы простираемся обратно в Божие помазание. Мы говорим, «Бог, это действительно Твоя слава, это Твоя одежда, которая наполняет храм, это Твоя благость, Ты Бог всемогущий. Я подчиняюсь Тебе, мне нужно, чтобы Ты направил меня, Святой Дух, приди и покажи мне, направь меня». Таким образом, Бог проникает в нашу жизнь, прямо как в бытии, где Он создал этот мир и эту землю. Но всепроникающая и захватывающая природа греха развращает нас, и мы вступаем в союз с грехом, и из-за этого союза с грехом мы обречены на смерть, потому что наш Бог справедлив и праведен. Он знает, что справедливость, которую Он требует, это то, за что нужно платить. И поэтому вместо того, чтобы просить нас заплатить за то, за что мы не можем заплатить, Он посылает Своего единственного Сына в качестве выкупа за нас, чтобы заплатить долг от нашего имени. Когда Иисус находился на земле, есть история, которая является великим отражением помазанности Иисуса. Это помазание нашей жизни, и мы прочитаем эту историю через мгновение. Эта история на самом деле является отражением каждого из нас. Мы все стремились в своих собственных силах найти исцеление. Мы все стремились в своих силах найти цель и смысл принятия. Мы все хотели, чтобы в какой-то момент просто случайно все выстроилось в линию, и все наши мечты сбылись только для того, чтобы столкнуться с отвержением неудачи, каждый раз осознавая, что радости этого мира лишь мгновенны. Мы прочитаем это в истории о женщине здесь, в Евангелии от Луки. Это восьмая глава. И будем мы читать от сорокового до сорок восьмого стиха. Если у вас есть ваши Библии, прочитайте их вместе со мною сейчас. Тут написано, когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И тотчас течение крови у ней остановилось. «Кто ко мне прикоснулся?» Спросил Иисус. Никто не признавался. И Петр сказал, «Наставник, вокруг тебя толпятся люди и напирают со всех сторон». Но Иисус сказал, «Кто-то ко мне прикоснулся». Я почувствовал, как из меня вышла сила. Тогда женщина, видя, что она не осталась незамеченной, подошла, дрожа и пала перед Иисусом. Перед всем народом она рассказала, почему она к нему прикоснулась и как сразу же была исцелена. Мне нравится, что Иисус говорит здесь, «Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром». Мы можем подумать об этом. Да, женщина страдала кровотечением в течение двенадцати лет. Наверное, это ужасно. Но она попала в правильное место в правильное время. Дотянулась до Иисуса и была исцелена. Отлично. Но здесь больше, чем просто. Я кровоточила двенадцать лет. Библия говорит нам о том, что она никак не могла найти исцеление. Она постоянно занималась этим самостоятельно. В те времена, если у тебя было что-то вроде кровотечения, тебе не разрешали находиться в черте города, тебя отвергали, тебя считали нечистым, ты должен был объявить о своем присутствии, сказав всем, «Эй, я нечист, держись от меня подальше». Так она и пришла к этому народу, отчаянно нуждавшись в исцелении, услышав, что Мессия сошел с неба, и, возможно, она получит исцеление. Но просто оставаясь позади толпы, она бы не получила исцеление, в котором она нуждалась. И у нее не было времени, чтобы тратить всего впустую. И мне нравится, что ее упорство и пренебрежение к тому, что думал мир, в итоге исцелило ее. Она протянула руку к одежде Иисуса, той же самой одежде, которая означает победу, той же самой одежде, о которой говорил Исаия, что наполнила храм, и часть силы покинула тело Иисуса. Я думаю, что в это время Иисус не поворачивался и не говорил, «Эй, позволь мне помолиться за тебя». Нет, просто ее вера активизировала его силу, не звук или свет, или то, как она чувствовала себя внутри, только верою. Иисус говорит, что моя сила доступна тебе и движима верой. Ты не должен быть таким, как «Иисус, угадай, что я хочу, исцеление прямо сейчас, дай мне свою силу». Это доказывает нам, что мы есть благодаря Иисусу из-за того, что Он сделал и сейчас, воскресшей верой. Мы движимы этой верой, поэтому мы тянемся к помазанию. Мы добиваемся определенных рубежей, мы достигаем цели и мечтаний, но то, что мы узнаем из Священного Писания, это то, кому мы стремимся и как мы достигаем его. Войти во славу Божию важнее всего, чего мы достигнем в нашей жизни. Понять, какую цену заплатил Иисус за наше спасение. Распят, дабы мы не были в лапах греха, но свободны в Божьей милости. Я знаю, о чем вы думаете сейчас. «Эй, но у меня в жизни происходят такие вещи, и я не уверен, что Бог собирается их решать». Я молился уже некоторое время, но до сих пор не видел никаких изменений. Много чего происходит в нашей жизни, и в конце концов, если что-то ломается, если что-то идет не так в нашей жизни, вы обращаетесь к тому, кто может это исправить. Так что если твой телевизор сломается, ты отнесешь его к технику. Если у вас сломается iPhone, вы отнесете его обратно в Apple Store. Если у вас сломается машина, отвезете ее к механику. Я расскажу вам историю. Я тогда только обручился со своей женой, и это было много лет назад. Мы пошли гулять, ходить по всяким распродажам, поддержанных товаров. Я искал конкретные стеклянные кружки. Я любил собирать их тогда, и мне нравилось ходить во все эти различные магазины, поддержанных товаров и гаражные распродажи, чтобы найти их. Однажды мы пошли на гаражную распродажу, и я нашел ту кружку, которая мне очень понравилась. Она была моей любимой, она была прекрасна, сделана вручную. Я просто подумал про себя, какое благословение, что я купил ее. Они завернули ее, мы положили ее в пакет и забрали ко мне домой. И в моем доме я начал разворачивать ее, пока моя жена в то время разговаривала с моим братом. Я вытащил эту стеклянную кружку. Это было все для меня в тот момент. Я сказал всем, я сказал, посмотрите на мою кружку. Я не понял тогда, что протянул руку с этой кружкой прямо в кирпичную стену. И вот я разбил эту кружку. Я помню, что был абсолютно опустошенным, разбитым из-за этого. Моя невеста напротив подумала, что это было очень смешно. Все начали смеяться, но в конце концов, как бы ни было, это шокировано или расстроено мое лицо. Как бы ни было весело всем остальным, этот бокал все равно что-то значил для меня. И поэтому я взял все кусочки, потому что мне в голову пришла одна мысль. И это простая мысль. Однажды я найду того, кто умеет чинить стекло, кто умеет работать со стеклом, кто умеет воссоздавать его во что-то прекрасное снова. Я расскажу вам об этом обязательно, потому что я знаю, что у вас были мечты и надежды. Некоторые из них выполнены, некоторые из них вы достигли, но многие из них давно забыты. И, боже, вы думаете, где эти мечты? Где они? И это стимул для вас так же, как вы бы отвезли сломанную машину к механику или отнесли телефон к мастерам. Ты должен принести свои мечты. Ты должен принести свои надежды и желания, которые могли быть потеряны или сломаны. И ты должен отдать их ему, зная, что ты отдаешь их Творцу, который знает, как работать с твоими мечтами и переделывать их, даже если уже просто пепел и настолько разрушенный. Библия говорит нам, что он строит красоту из пепла. Почему? Потому что у Бога нет границ, как видел Исаия, когда Божие помазание заполнило весь храм. И это означает, что он победил. И прямо сейчас он победил в ваших условиях. Он победил в вашей жизни, в вашей семье, в вашем браке, на вашем рабочем месте. Вы приносите все это ему и позволяете ему принести чудесный результат во славу Бога. Вы должны знать, что наш Бог жив, и он не видит больших или малых проблем, он просто видит, что они побеждены. Под крестом, крапленым кровью Агнса, мы освобождены от греха. Я надеюсь, что сегодня ты примешь это и будешь активно протягивать руку Богу. Обращайся к Нему в каждое мгновение. Радостные моменты. Хвала Ему и трудные моменты. Протягивай руку, просящую помощи. Утешайся Его направлением и поддержкой. Он Бог, который помазывает, потому что Он Бог, который жив. В нашей помазанности мы активизируем нашу веру, которая активизирует Его силу. Позволь мне молиться за Тебя прямо сейчас, потому что я верю, что у Бога есть лучшее для Тебя. Дорогой Господь, благодарю Тебя за каждого человека, который смотрит. Господь, Ты видишь их жизнь, Ты видишь их браки, их семьи, Ты видишь их надежды, их мечты, Ты видишь их дружбу, их коллег по работе, Ты видишь, где они, Господь. И сейчас я прошу Тебя пробудить в них Святой Дух, большую веру, чтобы достичь ранее невозможных результатов в Иисусе. Господи, исцелишь ли Ты тех, кто нуждается в исцелении? Обеспечишь ли Ты финансы для тех, кто нуждается в финансах? Принесешь ли Ты примирение для тех, кто нуждается в примирении? Господи, все во славу имени Твоего. Мы обращаемся к Тебе прямо сейчас в молитве, зная, что эти молитвы не останутся без ответа. Господи, прямо сейчас я объявляю над каждым из них, Господи, что они возьмут всю власть, которую Ты дал им в их вере в Тебя, чтобы изменить мир, в который Ты их поместил. Во имя Иисуса, аминь, будь благословен, проведи чудесное время. Надеюсь, это послание пробудило в Тебе веру. Я надеюсь, что у Тебя хватит смелости, чтобы воплотить это в жизнь и увидеть, как Твой мир изменится ради Иисуса. Спасибо за то, что вы подключились к служению современной церкви. Если вы хотите просмотреть больше нашего контента, пожалуйста, посетите наш сайт и другие социальные медиаплатформы и многое другое в современной церкви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова